Всем привет, друзья, с вами 1-2-кхаус, мы играем в survival вместе с Андреем и Светланой Александровной. М. М. Микрофон поближе к ней, потому что я ору... Не, ну не так-то, ё-моё, это уже ASMR какой-то. В общем, у меня тур, Эн, и я за эту расу недавно играл. Андрей хотел предложить тему для обсуждения в этом видосе. Да, хорошая попытка. Туры меня уже пушат, прикинь? Туры, у нас был план какой? С нами один рандом. У нас был план спросить, про ли он, если про, то кикнуть. Но что-то пошло не по плану, потому что он ответил, что он про. И он всё ещё в игре. Туры, туры. Короче, я взял лобилку на Т1 юнитов, опять делаю грейд на атаку, и у меня получается ещё я могу 4 грейда на атаку сделать на первом тире. Это, мне кажется, очень мощно. Но я, блин, опять зафейлил. Я долго думал, что, блин, надо взять сильную обилку, может, на первых юнитов. Но потом подумал, блин, я уже брал обилку на первых юнитов. Пока это у меня миллион мыслей в голове пронеслось, уже два спавна прошло. Я уже на второй нажал, но юниты вышли быстрее, блин. Обилка строится какое-то время? Я придумал. Давай. Не тему. Но я придумал. Надо, чтобы люди писали тему в комментариях, которые нам надо обсудить. И мы будем обсуждать именно эту тему. Это называется стрим. Нет, мы будем самую залайканную тему обсуждать. Прямо серьёзно обсуждать. Прямо серьёзно. Подготовимся. Разные точки зрения. Но тут единственный минус, что сурва, наверное, много. И этот сурв выйдет в 23-м году. Ну, сурва-то, кстати, немного записано. Наоборот, был дефицит сурв. Какое-то время его не было. И люди писали, типа, где сурв. Паника. Писали петиции. То есть, вот сейчас мы в 19-м году записываем. Когда люди посмотрят? Мы записываем в рефоржде. Да, выхода рефоржда? Чёрт. На старый график. Надо было новую графику включить. Ну, насчёт старых видео. Не, ну сейчас, на самом деле, не такой большой запас. У меня сейчас как-то странно. Раньше у меня всегда было, что либо я прям много-много-много играл, а потом прям не играл, не играл, не играл. Меня часто спрашивают, кстати. Блин, я здесь прикольный видос в ТикТоке. Меня часто спрашивают подписчики. Мужик какой-то говорит. А жена говорит, да кто тебя спрашивает? Твои три человека, что ли? Мы можем обсуждать ТикТок. Я боюсь Андрея не мягче. Да. Пожалуйста. Ты немного выпустил. Я могу обсуждать ТикТок. Андрей сам мог бы вести ТикТок. Кажется, он прекрасно бы спрашивает. Чё ты можешь обсуждать? ТикТок. ТикТок? Всего две калории? Это одно и тоже будет. Блин. А чё? Я что-то хотел сказать, но я уже забыл. Обращайся. А, ну по поводу того, что часто чё-то подписчики спрашивают. Но я уже забыл. А, как я не устаю от Варкрафта? Я обычно, то есть, мы играем, 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 играем. А потом, соответственно, я делаю большой перерыв. Но в последнее время как-то вот у меня это сломалась схема. И я, ну типа, там играю два раза в неделю, например. Или там три раза в неделю. Может, Варкрафт надо есть. Нужна пауза. Так что у нас будет, новая рубрика? Какая рубрика? Что, предлагать тему? Не, ну в принципе можно. Люди напишут, да, тему, и мы обсудим в следующем сурме. Ну не прям в следующем. В сто лет. То есть мы сейчас в 2018 записываем. Знаешь, мы будем обсуждать сейчас проблему пандемии, когда пандемия уже сто лет пройдёт. И вы такие, ну что вы привились? Мы сейчас будем обсуждать потенциальную проблему пандемии, и начнётся коронавирус потом. Да. У меня какой-то бешеный вот этот чувачок, он рубит. У меня 4-2 грейды, кстати, и я доминирую в нигде. Не, ну в теории можно, но, блин, а темы, которые людям понравятся, это что-то типа, я не знаю, типа, там, политики или чего-то ещё. А это нельзя обсуждать? Да, ну не знаю, просто мне что нравится, что Варкрафт, наверное, ну вообще, в принципе, компьютерные игры, последний уголок, где нет расовой и прочей другой. Ну тут одни расы. Сейчас её есть, в принципе. Разве что, может, в Лоле хейтят поляков на юзистии. Ну там, наверное, никто уже не играет. А, тем более сейчас же уже русский сервик есть. Чёрт, я слишком давно ушёл из Лола, 9 лет назад. Актуальный. Мне надо, мне кажется, написать сочинение. Актуальные проблемы Лиги Легенд на основании данных из 2012 года. Не, ну, я не думаю, что прям самая интересная тема – это будет что-нибудь связанное с политикой. Ну и нельзя просто написать политикой, это не тема. Ну, как бы тема, но это слишком такая. Да. Надо что-то более конкретное. Это я помню, как я всегда рассказываю, что, типа, нам на госэкзамене в Гневере дали тему заранее, чтобы мы к ней подготовили. Всё-таки фу, подставной госэкзамен. Но потом я говорю, что у меня одна из тем была распространение радиоволн, а по этой теме у нас был учебник 500-страничный, как бы. То есть, тему-то тебе дали, конечно. Так же и здесь. Что ещё можно отсудить, интересно? Стратегии какие-то. Стратегии, стратегии. Ты не... А, ну, блин, я спрошу, конечно, но ты, скорее всего, ответишь нет. Не играл ли ты в стратегию, которая называется что-то Америка, Бионд, что-то там, что-то там. Нет. Я так знал. Я так старался, отразил полное название. Да, Андрей, тут просто потеть, я его хейтию, как всегда. Ты его хейтишь, как всегда? Ну, так получилось. Он уже отхейтился. Отхейтился? Блин, а, кстати, интересно, очень поздно, ну, довольно много уже времени прошло, а нету вторых бараков. Я думаю, что если сделать четвёртый барак на МИП и снести... Ну, я бы тебе сейчас второй сделал. А, снести Светлана. Нет. А что, реально я тебя снесу, если сделать четвёртый барак на МИП? Ну, что будет? О, сейчас Вадим потеряет свой левый барак, нормально будет. Делай, делай четвёртый на МИП, это будет очень сильно. Очень сильно. Не, ну я никогда в жизни такого не делал. Не, ну это тупо, конечно. Да делай. Делай? Не, ну а что, будет интересно. Всё ради контента. У меня войска в двух участках разберутся и всех выносят. Не, ну а что попробую? Раш четвёртого барака на МИП. Мега стратегия. Ну, по идее, я должен вообще весь МИП забирать. Но с такой стратегией, конечно, стоило, возможно, делать пассивку на четвёртых юнитов. Но, блин, там тоже сомнительная тема. Там Кадой у него, у замены Катапульты, Кадой, у которого есть шанс 20% добить юнита одним ударом. Но у него отстойная скорость атаки и у него огромнейшая атака. То есть, ну, не очень полезная тема, прямо скажу. Блин, а тут чел ко мне апнул второй барак. Видимо, мне придётся как-то... Да ладно, плевать, короче. Задефаемся. Вытянем. Или нет? Ладно, ладно, апаем, 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 фаст, четвёртый барак. Никогда такого не было. Хочется добавить, вот опять. Никогда такого не было, и вот опять. Блин, жопа. Я говорил, что возьмите какого-то левого чувака, он выиграет обязательно. Да это твой Цури вся виноват. Всё, хейтинг Цури. Хейтинг Цури, блин. А как это так произошло? Блин, просто песец. Он просто в секунду меня снёс. Чёртов Цури. А я сейчас приду с Медая и Светлане сломаю барак. Ну, я понял, я сейчас... Все меня не будут брать как бы в расчёт. Типа, Вадимка слабый. Я уже коплю к тебе на третий барак, потому что я знаю, куда дальше ты будешь играть. Ну, в целом, в целом, ты, конечно, прав. Это да. Блин, Цури, конечно. Но у него пассивка на вот этих вот, видимо, СиДжей. Поэтому СиДжи подошли и всё убили, к сожалению. Блин, вообще тяжко. И у меня, получается, к нему ещё и остался первый барак до сих пор. Это просто песец какой-то. Блин, минус башни, минус всё вообще. Ладно, фаст селвейдж. Стратегия называется фаст селвейдж. Никогда такого не было. Вот опять. Блин, а он какого-то Тобиуса тут отправил на мид. Блин, чё-нибудь... Ну ладно, сейчас селвейдж, селвейдж придёт. Оп, 500 селвейджа, халява. Чё-то мне не нравится происходящее. А может, у него и не пассивочные чувачки. По крайней мере, герой у него не пассивочный, потому что артефактов у него нет. Чё, Андрей, ты накопил уже ко мне на третий барак? Нет. Я знаю, что он будет обсуждать. Моё нубство. У меня совсем нет денег. Ты хотя бы на медиафармешь. Блин, только не надо идти сюда, пожалуйста, красавчик. О, нормас, у меня пошли юниты сюда. А герой сюда, это вообще идеально. Идеально. Блин, ну у него сейчас герой 6-го левела ко мне припёрся. Ну посмотрим, посмотрим, посмотрим. А, ну нормас. Герой-то сейчас по-любому, он же не может заигнорить, как бы, своих братанов. И сейчас мои юниты подойдут и разберутся с героем. Ай, хоп, соу. Ну, блин, сейчас мой герой сдох походу быстрее, а ну... Ну, это оставим частности. Не, ну смотри, Андрей, я всё делаю для того, чтобы Сури проиграл. Потому что я отдал барак с его стороны, и он меньше фармит. Офигеть, он мне героя зачем-то отправил, наркоман, чёртов. А зачем? Хоть совсем тебя, походу, снести. Так зачем героям первого левела вообще, что он сделает? Я, наоборот, буду перетаргетивать. Героя-то, наоборот, даже хорошо, мне кажется. Блин, нифига себе, зато Андрей тут целый толпун. Пауков ко мне несёт. Несёт? Да. Андрей, хватит нести пауков. Это я. Не будь как Сури. Да. Я вообще имени управляю. Да, в смысле, а ты прожми там. Где герой? Это что ли герой, блин, где герой? Мне герой не идёт, блин. Мне сейчас башню снесут. Я чё-то не понял. Вот он. Героя-антикрасавчик, конечно, блин. Ну, пипец вообще. Не знаю, мне кажется, его и так убьют, пофиг. Так, ладно, качаем хил. Чё здесь ещё сильного есть? Блин, мне бы пассивку качнуть какую-нибудь. Здесь 4 у них тапориген. Блин, меня сейчас базу снесут. Это что происходит-то вообще? Я не понимаю, что делать, что происходит, что творится. Но вроде... Блин, надо сделать броню зданием, потому что здания у меня танкуют больше, чем хотелось бы. Так, я убил героя Цурия, и сейчас пойду на мид. И сейчас здесь всё зафармиваю, пойду, потом убью Сведу. Хаттл Шопан. Да, алло, Цурия. Да, барак ты тупой. Блин, ну писяц, алло. Жизнь какая-то. Мне полглавного здания снесли. Я не понимаю, что происходит. Какая-то Цурия гейм, блин. Блин, так сейчас ещё герой на мид пойдёт. Или нет? А, ну нормально. Всё, сейчас потихонечку, полигонечку будут юниты подходить, 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 подходить. И подходить. Да? Да, всё нормально сейчас. Так, качаем реген. Вот этот очень важный грейд. Ой, я сейчас убью... О, найс! Я сейчас убью героя, получу грейд на... Да блин, ну хватит моё здание топить, алло. Не, ну это просто хейт какой-то. Походу барак не достаёт или чё. Ну ладно, нормально. Главное направо иди. Найт, направо пошёл. Сейчас я под тотемом здесь всех развалю, но правда это плохо. Мне бы надо, наоборот, медленно идти к врагам. Странно, Андрей, как ты так держишься? У тебя 2-2 грейда, у меня 7-2, блин, ты меня отпушиваешь. Так, ну у меня в башня грейда сделана. О, найс! У меня часть пошла к Светлане Александровне, а герой на миде. Но сейчас боюсь, он присоединится к этой толпе. Жесть, конечно. У меня чуваки с 7-м грейдом, я чувствую, если они начнут бить барак, то бараку резко поплохеет. Ну, вон я на последней месте. Ну, да, а я-то вот зато впереди планеты всей, блин. Да, тебе надо это, хейтить. Хейтить. Видишь, он сделал это, Цурия сделал это еще до того, как. Возможно, он видит будущее. Править грядущее. Блин, нет просто со всех сторон, и у меня нету второго. Второй билки. Игра будет недолгой, смотри, с ним. Игра будет недолгой, и Цурия победит достаточно быстро. А башня не достает до героя, да? Просто с трех сторон одновременно, а у меня нету последнего. Второго, два. Ну, кажется, сейчас просто тебе базу смесу. Это какой-то блиц, получается. А мы все еще тему для обсуждения придумываем, я напомню. Андрей, давай, у тебя самая спокойная обстановка в регионе. Да. Это угроза? Дестабилизации? Так, а ты слышишь, что ты телефон-то взяла, давай тащи. Работай давай, сама хотела в Ассурд играть. Давай, доминируй, героев, перефокусивай там. Я не знаю, чем. Башни, бей героя, бараком не героя. Что ты, блин, главным зданием бей героя. Давай работай, бей, что ты быстро сдаешься. Я все равно тут проиграю, у меня минус два барака. Ну так было бы не минус два, если ты телефон не брала, а тащила. Сейчас Андрея спушим и все, и Цури выиграет. Я на него ставил еще до начала. Какой ты прям провидец. Ну ладно, сейчас я сломаю свете бараки. У меня катапульты тут, главное, сжахают уже. Катапульт, блин, 30 атаки. Плюс, конечно, грейда на кодое, что на него, по-моему, действует грейд на миличную атаку. А здесь, блин, на рейнжей только пикслингеры и катапульты. Ну и здание. Шесть, конечно. Блин, ну сейчас вот ко мне сюда придут, из минусов. Но я могу вызвать ракушку, и ракушка будет очень долго отпушивать. Так. Сейчас тогда они начнут бить здание, я вызываю ракушку. Но можно заранее вызвать его. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Найс, 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 найс. Так, вот этих козлов бьем, блин, они... Козлина, что-то эти CG какие-то вообще бешеные. Так, ракушка, давай, давай тут это... Убивай противника. Блин, 1900 хп, мне могут главное здание просто ультой снести, блин. Что, что ты сказал? Чего? Ультой снести главное здание. Да, блядь, 900 хп в главном здании. А у тебя что делается? Ну нет, ну у меня сейчас я понакоплю. Звучит как угроза. Жизни и здоровью моему. Катапульта не знает. Катапульта самая нерешительная. О нет, мы его героев все-таки убили. Андрей, может ты одолеешь как-нибудь Суре? Как? Ну вы его нафидели, конечно. А как смысл? А, Света тоже отдала барак. Ну да, мы его нафидели, конечно. Из-за кого же я отдала ему барак? Да из-за Андрея, очевидно. Командная работа это не наш. Надо было сразу хейтить Суре, блин. О, а сейчас Света придет. Ты четвертого героя меня что ли вызвал? Для кого? Нет. А, обычного героя. Фух, я уже испугался. А у меня все герои на КД в миде там были. Сейчас ко мне ответка. Придет ответка от Светки. И все, мне стесет. От Светка. От Светка придет. Ну, блин, все, я потерял барак на миде. Ну, это вообще невозможно. Ну, Андрей, ну что такое-то? Сейчас реально Цуре выиграет. А мы не верили. Надо сказать, что он врет. Он не про, он супер-про какой-то. Ну, что такое? У меня юниты базу бьют. Я вызываю своих юнитов, они уходят. Нам нужен кто-то там, Никитка, Серега, всякие нубасы. От Суре, от Сличка. Не, ну, кстати, чаще всего в батлнете какие-то слабые в Суре мне, по крайней мере, попадались. Света мне двух героев отправила. Да за что? Кто отправил героев? Света, двое. Так она хейтит всегда. Так я отбивалась, я поэтому и вызвалась, что мне было. Так и что, тебе Света мид снесла, что ли? Нет, там тоже герой пришел. Да отовсюду, меня везде бьют. Ну, как я тебя понимаю. Так, ну, кстати, мой четвертый барак отбивается на миде, самое забавное. Блин, эти пиксвингеры копятся, может, надо было на них пассивку брать? Ну, ладно, вы, надеюсь, на меня не рассчитываете. Да в смысле? Ты наша главная надежда в битве с великим Суре. Мы очень на тебя рассчитываем, Андрей. Да. Что, и базу слышно? Вот, нормально, ты ему героя убил. Никто не убил! У меня ракушка тут старается. Если кто не знает, почему он ракушка, потому что раньше был херокиллер у этих, у Тауренов, похоже на ракушку. Но сейчас его уже заменили, но тем не менее, ракушка все еще в наших сердцах, наверное. Андрей мне героя отправил. Ну, нормально, ты противостоишь Суре, блин, через хейт меня, да? Да. Это борьба за второе место пошла. Ах ты, какой! Суре на тебя нету. Блин, а что, ракушка, давай тащи. Что-то у него спауны слишком частые. Не, ну он заткнул линию, конечно, супер надолго. Блин, он еще и Газла убил. Да у него раса имбовая. Он и человек, и волк одновременно, блин. Я просто корова священная. Может, ульту надо качать? Исследование завершено. Тут Андрей меня хейтит. Надо еще решить, какого героя отправить Андрею. А, ну что, надо какого? Сейчас, получается, на Таурен отправить, потому что с меда я отправлю против чела. Вот этого эрскипера. Я еще делаю четвертый грейт на главное здание, чтобы мне ультой не взорвали, блин, главное здание. Пипец вообще. Офигеть, у меня там денег. В смысле? 2 500 стоит. Нет, я имею в виду вот эти вот маленькие грейты. Светлана уже крепость потеряла. Что-то не самая удачная игра, я думаю, стоит в этом видосе сыграть еще один бой. А, ты это выложишь, что ли? Ну, наверное, а че? Так это же гениальная игра против Цюри. Лучшие умы противостоят. Блин, он мне какого-то героя еще отправил. 11 тысяч хп, это... Или это нормально для героя 11 тысяч хп? Хорошо иметь домик, где он. Так, мне сейчас здесь всех убьют. Я отправлю вот этого чела. Блин. Чуть этот... Фастклик случайно не сделает. Так, так, так. Ну давай уже проходи, сдолбав, блин. Цюри, блин. Блин, не я добил. Кого? Меня? Я цвету. Это долбаный Цюри. Ну еще один и кучу. Че происходит, блин? Да хватит мне главное здание бить уже, чуваки. Я и так тут еле живу, блин. Да жесть, алло. Блин, бесец, у меня такого еще не было. Такого количества хп, главное здание. Вообще грязь какая-то. Нет. Грязь какая-то, чуваки, дышите главное здание, как можете. 180 хп. Просто бить. Блин, надо сделать грейд главного здания. Давай, пацаны. Грейдим, грейдим. Как можем. Блин, чувак, а ты пойдешь направо, надеюсь? Так. Андрей, мы должны противостоять Цюри, как можем. Не хочешь убить Цюри? Да блин, у меня опять не туда пошла дробка. Так, черт плюс один грейд чего? Экс-мастери. Кто ты что ли? Блин, экс-мастери. Ну, че-то такое себе. О, у тебя герой? А, это Цюриевский герой. Блин, я тебе сильного героя отправил, кстати, потому что я отбивался, то есть ильваны. О, у меня 5200 хп. Вот это я поднял бабла. Ничего себе. Айм стронга. Так, ну нормально, этот чувак с хилом, надеюсь, надолго заткнет брешь. Ну я бы не сказал, что Цюрия хорошо играет, он отправляет героев первого левела в атаку на базу отдаваться как бы, ну то есть он вообще какую-то фигню делает, и тем не менее. Я ему снес треть барака. Чего? Треть барака снес его. Ага, треть, блин. Ну, что смог, кто сделал? Треть барака, и я тебе снес. Блин, не ломайте мне башню, мне нужна эта башня. А у тебя еще ко мне четвертый барак, блин, ты хейтер. Ну да, под лейт игры. Я лидирую, между прочим. Вот это хейт, конечно. Четвертый барак. Блин, Чел, конечно. Кто так делает, конечно, вообще. Чел огребает. Четвертый барак. Да все уже, хватит тут шутник, Светлана. Я не шучу. Ты не шутишь? Ты еще и не шутишь. Я ною. Ты ноешь? О, пусть мой герой Митсури тут добьет. Нет, что-то я, главное здание, колупай. Блин, сейчас еще от Андрея ответочка придет. Откуда? Не придет ничего. Нет у меня ничего. О, Суре потерял барак. Что? У тебя, какая охренеть, он хилится. Кто? А, так это в смысле, это перерождение, это не хил. Переживай. Не переживешь. Садей переживет. Так сейчас, блин, только больше юмитов накопится, и все ко мне придет. А, а я с меда, куда иду? Я что-то и налево, и направо иду одновременно. Сразу в две стороны, блин. Какой я всесторонне развитый молодой человек. Блин, сейчас этот, перерождение у коровок, наконец, будет? Не, мой чувак, походу, сдох. Суре сдается? Ага, гагрин. Я ему с него сбалагу. Типа, все, я выиграл, что ли, по мнению Митсури? Че? Это моя стратегия сработала? С быстрой отдачей барака. Тысяча селведжей, между прочим. Да не, у него тут все... Блин, Вован умер. Ёшки-макарёшки, от Андрея идет толпа. Так, ну сейчас я ему отправлю сильного героя направо, и он будет очень долго держать. Единственное, конечно, четвертого героя бы отправить. Так, сейчас главное не потерять... Главное не потерять здание. Какое здание? Главное. Да ёшкин кот, хватит бить! Да лом, все, я не хочу выйти. Да что? Блин, у меня здание убивает, Андрей. Причем все CG чисто, короче, снизу подошли, убивать не здание, козлы. Что ты хочешь выйти? Почему? Все же хорошо, Андрей. У меня барак забрали. Вообще я не заметил этого. А что ты забрали? Он себе его взял, что ли? Или что? Да. Блин, бесец какой-то. Ну все, ГГ, ну а кто? Ну ты выиграл, получается, или Цури выиграл. Так ты, Рождан, Цури болеешь. Цури твой фаворит вообще с начала игры. Так он вышел или не вышел? Не знаю. Если он вышел, то, ну, ты последний с более-менее живой базой. А мне показалось, он... Блин, мне главное здание бьют, нет! ГГ греть? Жесть, Вовчик, Вовчик, тащи! Вован! Блин, башня дохла. Там Голден на нити еще. А, к Андрею идет Волк, ешки-магарюшки. Блин, мне надо было тогда слона отправить, но я не мог слона отправить. Мне бы базу снесли, пока я на слона копил, конечно. Так, последняя башня. Качаем грейд. Делаем грейд на атаку. Так, и что? Получается, и Голдрен отдастся башню и пойдет ко мне. А здесь он героя отправил. Блин, герой. А, ну сейчас... Сейчас убьют моего Таурена, и я слона отправлю направо. Слона. И слон убьет того героя, получим баф вот этот вот адский. Блин, может надо было баф этот качать? Хотя он уже не такой клевый. То есть сначала их два, а следующий их полтора. Он Таурен, конечно, с перерождением, но я боюсь, что Тобиас победит. Так, что тут? Волчара. Единственный минус, что Волчара прогрейдится по опыту. Тут очень странно. Твои войска с войсками Цури на базе Андрея дерутся. Это как вообще? Сейчас еще Вовчик придет. Для полного счастья. Блин, мне бы что-то сделать клевое. Мне бы ульту качнуть, но мне надо на слона деньги. Так, значит, на макетну. Великий Татсфорс, пишешь ГПМ. ГПМ всегда косарь, как бы. 1300. То есть примерно через минуту... Не, не через минуту уже Кэрн сдох. Блин, значит, главное здание могу потерять. Все, сейчас мне надо на слона деньги. Я не могу ни на что тратить, а мне не хватает денег на слона. Денежки, денежки, денежки. Капайте. Чуть там сломайте. Андрей, ты должен пожертвовать барак во имя нашего общего дела. Во имя борьбы с мировым Цури. Да какого вообще дела? Я выжить хочу. Ой, да все. Ой, что меня захейтили? Я вообще не понял. У меня башня осталась. Кто-нибудь выигрывал с одной башней? Не знаю. Может быть ты будешь первым? Так, главное, чтобы не били здание. Какое мы уже помним. Так. У меня слон. У меня слона убивает. Видимо, никто не выиграл с одной башней. Андрей пытался. Блин, а зря я ракушку что ли вызвал? Чтобы надо было, чтобы весь опыт от героя в слону был. Жесть. Ну сейчас у меня... О, с мида проходит. Ёшкин кот. А слон сейчас на мид пойдет. А не к Цури. Ну, кстати, может это неплохо. Ракушка пойдет к Цури. Слон пойдет на мид. И через мид пойдет Цури ловолапнется. Вы оцените гениальность моего стратегического замысла, которого не было. Слон ловолапнется лучше. Вообще мы можем вот что сказать про Цури. Что? Игра после ГГ это ноуманитство. Поэтому мы осуждаем Цури. И не признаем его побед. Блин, ко мне волк пришел. Надо смать качать сручный. Перемься-то все. Срать, качаем смать. А-а-а, быстрее, быстрее. Мне нужен смайт. Ай нет смайт. А как смайт? Че надо для смайта? Кто знает. Смайт убивает любого героя. Срочно, 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 срочно. Фигей, ты видел, как его волк грызет твоего героя? Да я понимаю, Ракушка, он никогда не отличался силой. Он же хирокиллер. Ну или волк, это другое. Да он, ни хрена киллер, блин. Так, смайт, срочно, смайт. Срочно, смайт. Ну, уже не пытайся спасти ракушку. Да наплевать на ракушку. Где смайт? Срочно, срочно ищи смайт. Вот этот. Смайт, блин. Мэйджик четыре, юнит армор, мили дэмэдж, шесть рейнджет дэмэдж. С жопой. Да неважно. Ты сломаешь ему базу быстрее, чем он тебе. Да ладно. Да. Но у тебя ж вон у него этот... Носорог. Ну я не уверен, что это носорог, но в общем. Да почему вы все бьете здание, козлы? Вон уже одна башня упала, вторая башня упала, третья башня. Смотри, да три башни ему убил за несколько секунд. Да, это главное. Все, да это гг. Он подыграл. Он тут вообще у него нет шансов отбиться. Блин, 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 срочно. И верно там какая-нибудь. Все, он сейчас главное здание потеряет. А так сейчас все сдохнет. Все сдохло. Лучше б он бараки терял, а не главное здание. Вовчик, Вовчик, беги. Вовчик не туда пошел. А ты что, все еще с Майт не можешь найти? Вовчик, ты был не как... Так нет, у тебя сейчас тоже главное здание умрет, и ты отобьешься. Ты выиграл. Нет, город, не... Да это хорошо. Нет, у меня с Майт почти надевался. А, ну конечно, с Майтом убить волка было бы лучше. Ну да. Ну смотри, у него одна башня и два барака, и у тебя одна башня и два барака. У него герои идут ко мне. У меня ни черта не... А, у меня слон. А, у меня же деньги на слона появились. Почти. Но я сейчас, я терплю, я жду. Накопишь, накопишь. Слон! Слон, выбираю тебя, все. И тут слон под аурой плюс 50% атаки, потому что героя убили. Ну там... А у меня Вовчик. Так вот, кстати, вот, кстати, если я проиграю, то Вовчик виноват, блин. И мы хотели не обсуждать. Блин, так а что делать-то? А, я вон потерял мидл барак. А, да. Так все, ты выиграл. Я же говорил, что ты выиграл. Так да, я помню, ты с самого старта игры говорил, что я выиграю. Да. Еще не начали. Не, ну, я не говорил просто, чтобы, ну, иначе писали бы опять спойлеры вначале. Да. Да что, еще не факт. Блин, я аж вспотел, писец. У тебя же льда идет. Ну, вон, видишь, он второй раз пишет ГГ. Ну, просто, ну, майнер какой-то. Ой, капец. Жесть. Вот эта игра. Ну, у меня реально доделался грейд, чтобы сделать смайт, чтобы убить волка, чтобы жило главное здание, чтобы все было прекрасно, блин. А у него я не знаю, что у него по смайту. А, так у него нулевой грейд на башне, а для смайта шестой нужен. Все, видишь, у него башня упадет раньше. Все, вот победа. Ой, жесть. Вот это, кстати, офигенная игра. Вот это, кстати, офигенная игра. Ну, можно, кстати, наверное, блин, мне кажется, что даже не стоит в этот ролик что-то еще добавлять. Потому что сейчас опять, типа, делаем второй грейд барака. Не, ребят, прям вообще, мне кажется, это лучшая игра в сурф, которая была за последнее время. Ну, кстати, часто бывает вот таких игрок, где один победитель и ФФА, человек, который вначале просаживается, никто его всерьез не воспринимает и сносит свет. Ладно, всем пока. Пока. Спасибо, что посмотрел видео до конца. Я прилетел на крыльях ветра проверить, поставил ли ты лайк. Субтитры сделал DimaTorzok